Всем привет! Меня зовут Гарифон и мы продолжаем проходить Ведьмак 2. Убийцы Королей. В прошлой серии мы завершили все наши практически второстепенные задания. Мечик выковали, броню новую. И сейчас мы направляемся к местному авторитету, чтобы узнать, что же он нам такое хочет предложить. Нам нужно зайти вечером. Помедитируем. Лоредо хотел меня видеть. Комендант занят. Приходи вечером. Даже рано еще. Ну ладно. И еще помедитируем. Так. Так. 6, 7. Угу. До 8. Давайте. Угу. Уже стемнело. Лоредо хотел меня видеть. Комендант занят. Приходи вечером. Да. Вот. Вот. Когда вы заколебали. Тоже не вечер, а то ночь. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Тебе чего? Тебе чего? Комендант хотел меня видеть. Сдавай оружие и заходи. Смотри за ним в оба. Погоди, волк. Мне тоже надо поболтать с господином комендантом. Вы заходите, нет? Слушай меня внимательно. Я офицер. А ты мелкий прощелыга. И если я захочу, чтобы ты... Идем уже, Роше. С таким войском Лоредо даже пьяных лесорубов не усмирит. Что там говорить про Йорвита? Ну, пока... Баллиста. Этот ублюдок обзавелся баллистой. Ты хоть представляешь силу этого оружия? О, да. Плечи, усиленные медными плитками. Тетива из конского волоса. Эта машина способна забросить тяжелый болт даже на милю. Умелый расчет может сделать два выстрела в минуту. Однако отдача так сильна, что выстрелить дважды в одно и то же место просто невозможно. Где-то я это уже слышал. Ты разбираешься в баллистах? Я ознавал того, кто разбирался. А, не важно. Надо вывести ее из строя. Иначе мы все будем зависеть от прихоти Лоредо. Они сейчас все в дугу пьяные. Я попробую отвлечь стражников. Остынь, Роше. Мне не хочется снова драться одному со всей толпой. Пока баллиста работает, никто не пройдет по Понтору без ведомой согласия Лоредо. Я этим займусь. Ты лучше иди выпей. Придумать, как сломать баллисту. Ха, что тут думать. Я так хорошо не развлекался. А, еще бы. А это узнаете? Вышел молоденький эльф на дорожку, чтоб твою мать. А краса налет ему выставила ножку, чтоб твою мать. Что ж ты, пиндюк, меня сверлишь глазами, чтоб твою мать. А вот я пойду, настучу твоей маме, чтоб твою мать. Ладно, спели. Теперь, может, развлечемся? Не терпится ей. Баллиста. В гостях у коменданта Геральт получил возможность смотреть последнее приобретение Лоредо. Это был не чистокровный скакун и даже не произведение искусства, а наверхонькая баллиста, направленная прямо на порт. Как видите, кризис среднего возраста может приобретать самые разные формы. Гнусное предложение. Геральт прибыл на место в обществе верно на Роше. Если бы он собирался на деревенские танцы, я бы посчитал этот выбор не самым лучшим. Однако оба они намеревались раздобыть хоть какие-то сведения об убийце королей. Что может быть лучше доброй забавы у Камелька? Так, а что у нас тут? Лучте только у Камелька и с водкой. Деньги. А уж совсем хорошо, если есть кого оттрахать. Эх, не хочет. Он умирает. Ладно. Это неправда. Ха-ха-ха. Иди сюда, маленькая. Дядя расскажет тебе сказку. Разнюхивают тут, как псы на помойке. А он не хочет разговаривать. Меньше чем за 10 аренов, я и ухом не поведу. Чего надо, уродец? Уродец? Ну, ты прямо скажем, не красавец. Но? Не расстраивайся. Женщины таких любят больше, чем гладеньких мальчиков. Но ты все-таки ужасно страшный. Не хочешь развлечься? Сейчас не могу, но я найду тебя в городе попозже. Как тебя зовут? Маргарита. Я хотел устроить сюрприз моему приятелю. Видишь, вон того грустного парня у баллисты. На днях один козел хотел, чтобы я ему стихи читала. Я таких глупостей не люблю. Я имел в виду нечто более обычное. И что надо делать? То, что ты умеешь лучше всего. Ладно. Только отведи его подальше от баллиста, когда будешь им заниматься. Тогда придется доплатить. Как это? За дополнительные услуги надо доплачивать. Такие правила. Будь по-твоему. Услуга за услугой? Пожалуй, ты можешь кое-что для меня сделать. И что же? У Лореда есть два халуя. Мирон и Альфонс. Если ты надерешь им задницу, я даже отсосу тебя. Я уже и так наделал дел во время казни. Не нужно никаких драк. Просто унись их как-нибудь. Это запросто. Мирон и Альфонс. Ты проучил их? Еще нет. Мирон и Альфонс. Ты проучил их? Еще нет. Когда Геральт попросил Маргариту, флотзомскую проститутку, отвлечь стражника у баллиста, девица охотно согласилась. В обмен на это ведьмак должен был заняться двумя громилами, Мироном и Альфонсом. Эти двое дуболомов скверно обращались с девушками из борделей. Геральт должен был преподать им хороший урок. Ведьмак, всегда вступающийся за женщин, охотно принял предложение Маргариты. Так, солдат, солдат. Ага, вот он Мирон. Я люблю выродков. А я не люблю тупых мясников. Че надо, мутант? Давай поборемся на руках. Ненавижу мутантов. Я тебя раздавлю, урод. Это мы еще увидим. Ладно, спели. Теперь может развлечемся. Давно я так хорошо не развлекался. Ненавижу паршивых мутантов. Да ты уже говорил. А еще бы. Так, первый готов. Молоденький эльф на дорожку. Это второй, что ли? Нет. Ага, вот он второй. Я пойду, настучу твоей маме, чтоб твою мать. Ладно. Чего надо, старик? Хочу побороться на руках. А мне что с этого будет? Ничего. Ты проиграешь. А если выиграю? Будешь всем говорить, что победил Ведьмака. Так ты, значит, и есть Геральт? Серый Волк? Вроде того. Ну ладно, понеслась. Ну ладно, понеслась. Давно я так хорошо не развлекался. А еще бы. А это узнаете? Вышел молоденький эльф на... Чтоб тебя! Старый пень меня одолел. Пойду поем. Надо подкрепиться. Что ж ты, пиндюк, меня сверлишь глазами, чтоб твою мать. Опыта чуть-чуть нам дали. Я пойду настучу твоей маме, чтоб твою мать. Думали. Нужно было видеть их рожи. Таким образом свою часть договора наш герой выполнил. Ладно. Сбили. Теперь можно... Так. Вот отлично. А что у нас? Позволяет отбивать стрелы. Нафиг нам не нужно. Энергия плюс один. Здоровье плюс пятьдесят. Ага. Метает ножи тоже не нужно. Вот энергию нам... Увеличить. Было бы очень и очень полезно. Так. Мутаген. Здоровье, здоровье. Урон. Родальность знака. Родальность знака. Игни. Всего лишь на пять процентов. Пока не буду мутагена. Вставлять. М-м-м-м. Мирон и Альфонс. Ты проучил их? Ясное дело. Ладно. Пойду займусь этим придурком. Давно я так хорошо... Увидеть баллисту. а еще бы а это узнаете вышел молоденький эльф на дорожку чтоб твою мать а краснодарец ему выставила ножку чтоб твою мать что ж ты пиндюк меня сверлишь глазами все твои друзья отлично проводят время чем ты хуже их а ведь и верно пойдем-ка ладно теперь может развлечемся так убиваю его ну то все с такими сисками ты все темире все быстренько они там но я так хорошо не развлекался а еще бы а это узнаете вышел молоденький эльф на дорожку чтоб твою мать а краснодарит ему выставила ножку чтоб твою мать что ж ты пиндюк меня сверлишь глазами чтоб твою мать она так сама осталась мать что-то твою мать ладно спели теперь может и поговорить ну и ладно один теперь с роша что может быть лучший добрый добавок лучше только у каменька и с водкой баллиста без лареда занят у него это ведьма шиала позже заходи геральт идем-ка надо поговорить на счастье господин комендант обо всем позаботился да подождем пока сиятельная госпожа наговорится с досточтивым хамом жалко времени просто так стоять кажется тут собрали стражу со всего флотзома надо бы осмотреться видел стрелка за домом я его отвлеку а ты попробуй пробраться на задворке надо бы узнать что они так стерегут простите милсдери я случайно услышал ваш разговор что надо собственно у меня к ведьмаку есть дельце я тут кое-что предложить хотел ну давай послушаем я так понимаю вы сюда не для собственного удовольствия явились правильно понимаешь вы уже слыхали что-нибудь от чудища в реке да что то такое слышал можно предположить что рано или поздно вам его наверняка закажут таким образом я допускаю что хватит уже допускать выкладывай наконец в чем дело наш благородный господин располагает частью в ловушке приготовленный специально для этой бестии так за домом находится склад лореда держит там вещи реквизированные у купцов и путников и добра там очень много но ты знаешь где именно искать эту штуковину именно так я видел как солдаты коменданта выносили это устройство в сад они поставили ящик на платформе у самой стены со стороны ремесленного квартала зачем ты мне об этом рассказываешь потому что надо как можно скорее избавиться от этого чудища куда дачи стражника я беру на себя а ты попробуй пробраться во двор гениально найти часть ловушки боец доложи обстановку так что то нам кстати про баллисты написали теперь за дело взялась маргарита ведьмак с удивлением наблюдал как девушка безо всякого труда соблазнила стражника машина лишилась единственного защитника и геральт перенеса за работу с ловкостью умелого саботажнику он выломал часть механизма и тем самым обезвредил баллистов это повреждение было не так же трудно заметить как и исправить новая игрушка ларета теперь стала совершенно бесполезной комендант оказался человеком занятым и его стража развернула наших друзей самым непочтительным образом посему они решили подождать внизу и поговорить когда геральт понял что ларета обсуждают важные дела с магичкой то едва не вздрогну тут следует напомнить что ведьмак питает особые чувства к чародейкам никогда ни одной не пропустит а мастерица магического искусства испытывают к нему исключительное расположение и вот и показал что чародейка втайне ведет важную беседу с самим влиятельным человеком в городе геральт был просто обязан подкрасться к дому заднего двора и попытаться услышать хоть что-нибудь нужно добавить что от одного купца геральт узнал где раздобыть ловушку против чудовищ даже в такие минуты ведьмак размышлял как бы изловить живущие в реке чудище ловушка могла бы оказаться очень кстати чтобы не ее получить нашему герою нужно было только пробраться на задворке резиденции лореда и обследовать сундук на деревянном помосте у стены так пусть свободен сохранимся и погнали я тебя научу уважению к старшим надеюсь в этот раз стелс удастся лучше во флот за меваром руки отрубают вот уже я тут нужник ищу твое счастье что тебя комендант ждет идем вот и все хреновый из нас какой-то вор чего молчать я тебя научу уважению к старшим по званию хочешь остаток жизни на галерах провести так хорошо ой ну в этот раз получше заперто хорошо что для нас приготовили обходной путь еще раз на всякий случай сохранимся так не уверен я особо в своих силах так а вот сюда нам но прежде надо собрать ловушку ловушку так одного вижу стражника стражника зараза сюда и есть контакт это нам я так понимаю подсвечивает те места которые шумят ух там еще стражник так вот беда так секундочку вон он второе готов Что у нас тут интересного? Ого, сундучок, увидел я думал только травки. Сундучки, копеечки. Заперто. По-моему там вроде последний. Сюда мы спускались, когда кулачные бои проводили, участвовали в кулачных боях. Так что тут у нас сукно, проволока, железная руда. Не шибко, что полезная, но тем не менее так. Ну и последний. Вроде бы. Туда-сюда ходит. Зараза. Зараза-то такая. Паучи. Накладки из укрепленной кожи. Что кстати, очень даже неплохо. Броня плюс один. Ладно, подождем, может что получше будет. Заперто. Что тут у нас еще интересного? Травки-травки. Травки-травки. Доспех Астрогаруса. Усилитель волокон. Крепкий ведьмач серебряный. Железная рама. Очень, даже очень. Очень. Даже очень. Так. Нашел я. И у нас вещи для заваления. Железная рама. Доспехи Астрогаруса. Плюс семь. Здоровье плюс тридцать. Снижение урона. Сопротивляемость кровотечению. И отравление. Не особо. Крепкий ведьмач. Двенадцать восемнадцать. У нас отлично все. Семнадцать двадцать пять. Так что. Бесполезную бумажку мы нашли. На данный момент. Не с первого раза. Но. Стелс нам удался. Комендант. Ты, наверное, забыл, с кем имеешь дело. Ты меня за дурака держишь? Человека, который снимает стражу с улиц, чтобы охранять ковры, тряпки и пряности, отобранные у купцов? Скорее за идиота. Ты хоть понимаешь, какая на тебе лежит ответственность? Не учи дедушку кашлять, чародейка. Я управляю Флотзамом много лет. Флотзамом правит страх перед Йорвитом. Этот страх правит и тобой. Я уже сказал, что мне нужно. Ты как ребенок, у которого отобрали конфетку. Ох, комендант. Однажды тебя возьмут за шкирку и вздернут на первом суку, как обычного разбойника. Впрочем, ты от разбойников недалеко ушел. Однажды и тебя отправят на костер, как обычную ведьму. Хватит. У тебя в голове помутилось от страха. Подумай над тем, что я сказала. И дай ответ, пока не поздно. Все. Успешно преодолев все преграды, избежав встречи со стражниками, ведьмак пробрался через сад на задворке дома. Там он услышал разговор коменданта и чародейки. А послушать было что. Наш герой тихий, как после супружеской ссоры, вернулся к верным мараше. Так. Ахахахах. Ловушка ни слова. Интересно. Да. Тут стражник еще ходит. Ну вот и все. Мелкие гребаные. Уж я-то знаю, как их приструнить. Он мне сразу не понравился. Лоредо хранит здесь подарки от местных купцов. Похоже, он ждет нападение Йорвета. Кстати, я слышал разговор коменданта с Шиалой. Не знаю, что они там обсуждали, но мне кажется, Лоредо пытается провернуть с ней какие-то дела. Посмотрим, что он скажет. Умный нашелся. Ты сделай что-нибудь. Хвать туда языком молоть. Дойти до Лоредо. Слишком мы с ними цацкаемся. Скоро у нас в гарнизоне и солдата не останется. И я про то. Чего там выбирать, которые из эльфов эти скотаели? Ходи, тебя ждут. И куда идти? Хибара-то не маленькая. Тебе, то есть вам, значит, никуда ходить не надо. У нас приказ пропустить Ведьмака и никого более. Сучий потрох. Ладно. Хочешь по-плохому, будет по-плохому. Только без скандалу. Не то вызову подкрепление. Не нужно. Передай Лоредо, что я понял, к чему он клонит. Ну, бывай, Рошель. Вот и вырежешь одних баб с пацанятами. Ну и славно. Из пацанят белки-то и берутся. А как не будет баб... Так. Стражник стоит неспроста. Значит, нам туда нельзя. Ну, пойдем куда можно. Ты к коменданту? У меня к нему дело. Желаю удачи. У него, похоже, скверное настроение. Есть причины? Лучше поговорим об этом в другой раз. И определенно в другом месте. Ну ты какая. А наверх нам можно? Нет, стражник. Ну ладно. Письмо Бернардо Боредо. Письмо Бернардо Боредо. Ну как заперто? Если я уже все забрал. Его превосходительство Детмальду из Бонардо лично в руки. Спешу еще раз принести извинения за поведение матери. Эта баба была одержима, сколько я ее помню. Меня всегда удивляло, как при этом она собралась в такое состояние, чтобы я смог купить дом и получить высокую должность во Флотзеле. Я надеюсь, что эмиссар его величество не принял близко к сердцу ее выходки. Искренне заверяю вас, что раскаленный обруч был всего лишь глупой шуткой. Кроме того, подтверждаю, что имеющееся у меня влияние и возможности я употреблю согласно желанию его королевского величества таким образом, как и было запланировано во время нашей встречи. Как патриот полностью соглашусь с мнением вашего превосходительства, Флотзам не может позволить себе погрязнуть в хаосе и бесправии, а все эти невзгоды неразрывно связаны с безвластием. Кароль умер, да здравствует Кароль! Искренне преданный вам Бернард Лоредо, комендант гарнизона Флотзама. Ну вот и ты, наконец-то. Меня не пускали, пока здесь была чародейка. Ты ее видел? Размалевана, как маркетанка на марше. Чародейки думают, что им все можно. Я слышал о том, что произошло в Тимерии. За тобой выслали розыскную грамоту. Дело паскудное, но я думаю, мы как-нибудь договоримся. Я представляю здесь закон. Я хочу знать, что легендарный Белый Волк ищет в нашем медвежьем углу. Я ищу того, кто виновен в смерти Фольтеста. Здесь? С Каэтаэли замешаны в этом убийстве. Их следы привели нас во Флотзам. Тогда тебе повезло, что ты со мной встретился. Если на руках Йорви, ты действительно королевская кровь, я помогу тебе его найти. Что у тебя с Вернаном Роше? Почему ты его не впустил? Роше! А ты знаешь, что про него говорят? Люди вроде него сперва действуют, а потом уже думают. А когда они начинают действовать, то почти всегда льется невинная кровь. Я надеюсь, что ты на нашей стороне. На которой? Людей из Флотзама, которых много лет пытаются истребить эльфские бандиты. Местные раздоры меня не касаются. Ты ведь убивал эльфов у стен Флотзама. На нас напали. Ты просто не понимаешь. Это ты чего-то не понимаешь, Лореда. Я, строго говоря, тоже не человек. Может, ты эльф? Краснолюд? Нет? Тогда хватит молоть чепуху. Мне насрать на то, что тебя обзывают выродком, что у тебя белые волосы и глаза светятся. Ты такой же человек, как и все. Здесь война. И верхом на заборе не усидишь. А эльфы и краснолюды из Фактории? Кузнецы, торговцы, звероловы? Они охотятся, едят и спят вместе с людьми. На чьей они стороне? Не знаю. О том и речь, ведьмак. Когда дерешься за жизнь, нужны только надежные союзники. Не люди Флотзама. Ты прав, они едят, трахаются и срут среди нас. Но кто знает, что будет, когда Йорвид позовет их на последний бой. Разве они не доказали своей лояльности? Они прячутся от Йорвида за стенами. Но они его понимают, ведьмак. Его язык, его методы, его веру. Мы позволяем им жить среди нас. А они однажды перережут нам горло и откроют ему ворота. Мне не по себе от таких разговоров. Ты ведьмак. Твоя задача — защищать простых людей от чудовищ. Я же охраняю людей от опасности, притаившейся среди деревьев. Вижу, куда ты клонишь. Есть чудовище, которое убивает людей, вышедших в лес за хворостом. Так вот Йорвид не лучшее. Он даже хуже, потому что умнее и более жесток. Как его найти? Я не прошу, чтобы ты его убивал. Даже тебе не справиться со всем его отрядом. У меня есть кое-какие мысли на этот счет, но я не буду вдаваться в подробности. Белки что-то замышляют. Они подбираются все ближе к гавани. Есть подозрение, что они хотят захватить барку, которая у нас пришвартована. А что на барке? Бандиты, убийцы, насильники. Все они должны быть отправлены в лагерь Дракенборг, как только... Как только к ним присоединится их поверженный предводитель. Вишенка на торте и самый ценный трофей в коллекции Бернардо Лоредо. Точнее и не скажешь. Покуда Йорвит на свободе, люди, эльфы и краснолюды не смогут жить рядом без взаимных подозрений. Я должен разузнать, что затевают белки. И я-то как тебе помогу? Ха! Ты недооцениваешь меня, ведьмак. Я иногда пристрастен, но я не посылаю на виселицу невиновных. Хотя... Однажды с нелюдьми придется что-то делать. Вот, к примеру, твой дружок Золтан. Он же общался с Йорвитом. Как он мне поможет, если его за стены не пускают? Ха-ха! Не торопись, Геральд. Доверие надо строить постепенно, шаг за шагом. Убей Кейрона. И я прощу твоим приятелям все грехи. И тогда Золтан приведет тебя к Йорвиту. Я понял все, что ты хотел сказать. Мне хватит. Ты отказываешься мне помогать? Ты подлая тварь, Лореда. Желаю тебе однажды столкнуться лицом к лицу с Йорвитом. И пусть победит сильнейший. Ты пожалеешь об этих словах, Ведьмак. Обещаю тебе. А сейчас прочь с глаз моих. Конечно, уйдем. Но для начала поглядим, что у тебя там. Ты же не против? Конечно, нет. Ну и ладно. Лореда сделал Ведьмаку предложение. Геральт ловил Йорвита и тем самым возвращает коменданту долг за жизнь своих друзей. Не стоит объяснять, сколь сложно было задание, если с ним не смог справиться целый гарнизон солдат. Геральт, руководствуясь кодексом Ведьмаков, не принял такой заказ. В почтом ящике в имении Бернарда Лореда Геральт нашел письмо, адресованное Онекона Детмальда. Из письма следовало, что комендант не расстраивался из-за смерти короля Фольтеста, куда более его интересовало самочувствие короля Хенцельта. Ясно было, что Лореда поддерживал контакты с кайдвенцами и строил вместе с ними далеко идущие планы. Кроме того, комендант извинялся за поведение своей матери. Это подтверждало доходившие из разных источников слухи о том, что она была весьма эксцентричной особой. Тюремная барка, пришвартованная в порту у фактории Флотзен, служила плавучим карцером для схваченных с Кайтаэлей, для тех, кого обвиняли в сотрудничестве с ними. Страшной тесноте узники ожидали, пока их перевезут к последнему месту заключения. Там их ждали допросы и неизбежная виселица. Арнольд, а как представлялось, этот человек вел какие-то торговые дела с Бернардом Лоредо и по этой причине был частым гостем в его резиденции. Так, больше нам тут делать нечего. Уходим. Субтитры создавал DimaTorzok Не забудь свою железяку! Хо-хо-юшки. Хо-хо. Так. Тяжелая куртка. О! Урона Солнца есть. Урона Земли. Урона Луны. Это для меча, для меча. Так. Урон 5%. 18-26. Обалденно! Все, задание выполнено. Что там нам написали? Получив отказ от Ведьмака, Лоредо рассердился не на шутку. На выходе из дома коменданта, Ведьмак понял, что только что нажил нового врага. Время показало, насколько он был прав. Ну, с Лоредо мы разобрались. Теперь... Кейрон... Остался у нас главной целью. Ну, и мы займемся уже в следующей серии. А он мне... У меня есть другой выбор. Создадим ловушку, часть которой мы нашли. В этом нам должен помочь Седрик. Вроде бы. И потом уже найдем Шуалу и отправимся добивать... Кис-кис-кис. Добивать это чудовище. Но, повторюсь, это будет уже в следующей серии. А на сегодня... Уже... Достаточно. С вами был Грифон. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. И до скорых встреч.